Welcome, welcome, дорогие друзья, у нас хрен знает какая часть уже прохождения, и вы знаете, что это фактически третий трай, третий трай, первый трай мы сразу запороли, второй трай продержался довольно долго, по-моему полтора месяца, ну не реального времени, полтора месяца игрового здесь времени, и сейчас у нас третий трай, у нас здесь список имен, еще семь имен занято, или шесть, там надо посчитать, сколько еще имен занято, и в этом трай только третий сейфпоинт, или подождите, а сколько я сейфпоинтов потратил на одну ту миссию, да, у меня же здесь бесконечное количество сейфпоинтов, я же миссию проходил вчера 4 часа, я же тильтанул и сидел одну миссию, проходил 4 часа, кто считал, сколько раз я загрузился, кто считал, ребята, это важно, потому что хотелось бы, хотелось бы узнать, сколько я там этого лсм, так, а у нас здесь бойцы были, да, не это, не одетые, я помню, сейчас мы их наденем, есть кто-нибудь, кто считал, все это время? И я на хертовска еще у нас осталось, с боезапасом пойдем дополнительным, еще одно, даже гранату возьму, потому что это, блин, тут надо от чего-то отказываться, потому что это будет задание внутри, в здании, здесь там патроны лишние пригодятся, плюс 15 сделаешь, чтобы на ней, надо, знаете, вот был фильм Менялы, очень хороший фильм, советский, советую посмотреть, и там очень красивая фраза была в один момент, сказано, что бы вы ни говорили, но деньги требуют счет, так и здесь, требуют счет, там в один момент они целый сундук с монетами пересчитывали, и надо было обязательно пересчитать, а не на вес это делать, хотя гипотетически они действительно могли это на вес сделать, но надо было взвесить килограмм, увидеть, сколько в этом килограмме монет, и тогда автоматически можно было все остальное взвесить, уже исходя из цифр, потому что они знали, сколько весит та или иная монета, ну, то есть это было бы более логично, чем пересчитывать все абсолютно монеты, где все новые обсчитаетесь хоть чуть-чуть, ну, ладно, к тому я веду, что мне нужно сколько-то прибавить, ну, плюс 15, да, сейчас-то добавим, но это не совсем точный будет подсчет, так, у нас тачка есть, но проблема, что эта тачка не может во все дыры заезжать, то есть тачка мне будет помогать, но, сами понимаете, не везде, а еще, я смотрю, моя тачка не может кинуть ракету, и это меня смущает, мне надо будет проехать вперед, здесь корабель уже может кидать ракету, хорошо, то есть не так все страшно, так, давайте я пока помню, плюс 15 сделаю, ну, потому что мне вообще кажется, я даже больше потратил там загрузок, я тельтанул, одну миссию решил до конца пройти в любом случае, прошел ее, Саш 1000 отписался, значит, он даже смотрел этот момент игровой, игра у нас пошаговая, это XCOM, только третья часть, если так можно это назвать, XCOM 3, чем мы в нее играем, мне нравятся такие игры, не знаю, как вам, а мне нравятся, что, незачем не играю, просто люблю такие игры, машину поближе подвезем, остальные бойцы будут выходить потихонечку, тоже, я тоже смотрел и ржал, так я не виноват, у нее меня тут, ну ладно, там компьютер читерил, у меня первый трай был, самый выгодный в том задании, если так задуматься, я практически сразу, в первом трое все выполнил, это задание было за Скоробея, ребят, за Скоробея, вот он Скоробей, он сейчас со мной, наша тачка, она с нами, и на этой тачке сейчас будем просто унижать компьютер, так, появилась невидимость у этого чувака, но он недалеко с невидимом от меня, так, но мы его убили, насколько я понимаю, да, а можно его в него больше не стрелять, ты проехать не можешь, потому что это тебе мешает, давай ракету сюда кинем, вы стрелять можете по нему, ты можешь насранцы куда-нибудь прыгнуть, взять пистик, и может быть стрельнуть, да, нормально, так, он тоже умер, отлично, а ты тогда просто подходи, хилку на бутика пожалел, я не пожалел, я сказал, что я пройду именно так, как получилось, все, там не было жалости, это было безжалостно, кстати, это было сверх безжалостно, ребят, и по отношению ко мне, и по отношению к вам, наверное, хотя вам понравилось, я надеюсь я контент создал, вам было весело, вы этого хотели, вы этого возможно даже требовали, так, ладно, стой здесь, я не вижу, что делать дальше, скоробей, скоробей, едь и бей, ракета, не можешь кинуть, да, понимаю, да, выезжай вот сюда, аж, корабей доехал, а, там можно будет вокруг еще пройти, сейчас мы второго снайпера взяли, на другое задание, порублю, а, я с пистолет стреляю, я молодец, ладно, не страшно, все равно не мог стрельнуть, наверное, с той точки, можно еще ближе даже подъехать, раз уж так получилось, и ракетчик тоже идет по сюда, массовое вылупление, он заставил всех червей вылупиться, я так понял, по звукам слышите, не очень хорошо, а ты не можешь так кинуть, чтобы самому не задеваться, ладно, отъедем тогда, скоробей, это небольшое читерство, ну как читерство, это легальное читерство в игре, я не знаю, почему в предыдущем трое, я не выполнил задание на скоробея, реально про это забыл, то есть, фактически, я про него забыл, но он очень сильно помогает на начальных этапах, потому что вы бегаете тремя бойцами, и эти три бойца заработают дополнительный опыт, и вероятность потерять этих начальных бойцов становится ниже, просто потому что скоробей танкует очень много, я по какой-то неведомой для меня причине, в том трое забыл про это задание, оно у меня появилось, его можно было выполнить попозже, его можно было выполнить гораздо позже, оно все равно было бы сложным, оно никогда не будет легким, но у меня были бы там бойцы, по крайней мере, сильно раскачаны, то есть, это можно сказать такое, квестовое задание, и я по какой-то причине, тупо забыл про этот квест, который есть в игре, так, мне это не нравится, вот это мне совсем не нравится, не смог я его убить, так, здесь что-то куча народу решила на нас выскочить, вечеринку какую-то намечают, они, видимо, проедут вперед, и поехали с ракет, ой, как хорошо, как хорошо с ракет все заходит, руку отключили, зайди за угол, жди, ты выйди тогда на открытую, пока эти штуки еще не пулеметчики, пока эти штуки не пулеметчики, они могут подходить кидать яд, ну, как и пулеметчики, кстати, тоже могут ходить кидать яд, потому что они головой его кидают, первое оружие появилось у него, это пока еще не снайперка, а пистолеты, в следующей эволюции у него будет появляться снайперка уже, так, наверное, просто подойду вплотную, нет, давайте два выстрела лучше, потому что тогда у меня еще ходьба останется, видимо это здесь, а тачка вот так вот поедет, видимо, туда, у меня один боец здесь в одиночку пошел гулять, мне это и нравится, и не нравится одновременно, потому что получается, что один, один мужчина у нас уехал, машину тоже можно чинить, она чинится на тех базах, где есть ангары, и все эти задания обычно позволяют машине туда приехать, то есть тут можно бегать в машины, но ее надо прикрывать кем-то, конечно же, она сама по себе, о-оу, я был уверен, что мы его убили, стопе, так, а ты сможешь что-то сделать ему, ну, можно в ногу ему стрельнуть и убить его, у тебя еще пистика останется, но ты тогда уже беги чуть ближе, так, появился подкрепа, подкрепа никакая, штука здесь, да, можем пострелять в эту подкрепа, но оно очень далеко, со щитом ходит, сегодня мне нужно определиться кое с чем, ребят, определиться, он не может туда заехать, ему надо в обход идти, а, ну, может ракеты зато сразу кидать, давай так, не очень хорошо получилось, ему надо в обход объезжать, я не уверен, что вообще можно в обход объехать, но в любом случае надо отойти, чтобы пропустить этих ребят, давай пробеги, ранее сможет не сработать, потому что это снайпер, ты пока ничего не делай, дайте управление над этим бойцом, так вот, с чем мне нужно определиться сегодня, какие классы я буду пытаться оставлять у своих персонажей, я вчера открыл там гайдики, ну, нужно, нужно уже по гайдикам полазить, потому что так прям в одиночку не получится все же пройти, на максимальной сложности игру, здесь очень хорошая сложность, если не читерить ничего, то на максималке вы с первого раза не пройдете, вообще многие советуют играть вообще эту игру на, у меня ракеты закончились, да, ракеты закончились, скоробей теперь у меня просто ездит, давайте проедем, посмотрим, что тут у нас есть, просто интересно, боезапасы в скоробей можно тоже, кстати, складывать, просто у меня еще пока нет этого, нет здания, в котором даже я строить это могу, и можешь стрелять еще, ну, давай тогда выбегай, на огневой рубеж, один выстрел сделай, а ты с ранцем сюда и вплотную потом, вообще ему надо было с ранцем тогда еще прыгнуть, он-то мог прыгнуть с ранцем, есть рывочек, давай, что ты так трудно дышишь, почти убила, еще пробеги вперед, там, кстати, килл этот можно заработать, который бежит за нами, немного рискованно, не, что-то много рискованно, давайте сначала этими походим, у нас подписка, не подписка, рейд, я так понимаю, да, сейчас посмотрим, звук был, ничего не выдалось, на экране у меня, что-то произошло, ребят, спасибо за то, что произошло, а там какой-то спам чувак кинул, все, мы прошли это, скоробей повреждается, все больше и больше, ничего страшного, чтобы раскрыть колонию пандеранов, активируйте базу феникса, рядом с этими местами, распространяйте туман, откуда и предпринимается нападение на убежище, и эти штуки я буду сразу выбивать, потому что это правильная тема, ну и сейчас как раз таки на гайдик, про который я говорил, зайдем, так, это синедрион говорит, в настоящее время у нас есть несколько поителей важных проектов, они, я прочитал, они впадлу, они впадлу могут изменить ваше будущее, они вправду могут изменить ваше будущее, одна из разработок, и совершенствует технология, противотуманный комплекс, и могли помочь человечеству, да, они нам дали задание, здесь все нужно, восстанавливаем тогда, короче, у нас появились задания, это через 7 дней, я могу его сейчас полететь выполнить, это очень далеко, и она нас двигает очень далеко по сюжету с синедрионом, мерзлота вместе с узником льда, то есть все вот эти три задания, они одновременно должны выполняться практически, вот против тумана, оно недалеко, и вполне реально, я сейчас пойду его выбивать, чтобы сдружиться с синедрионом, тут у нас страшная сетка, это просто поставим, но давайте на гайдик зайдем, про который я говорил, в этом гайдике идут какие-то советы, советы про комбинации, которые можно использовать в игре, это все с стима, overview общее, но меня интересовало это топовые билды, которые они здесь, давайте вместе попытаемся въехать, что он здесь написал, и разобраться, банка муллер, это ассалт плюс хэви, хэви плюс ассалт, в любой комбинации годится, нужно обязательно будет скиллы, dash, inspire, это понятно, rapid clearance, это идет уже от хэви, получается браулер идет тоже от хэви, 20 бейс спида, 11 бейс вилл, и здесь комбинации, дальше идут еще вот такие, лучше чтобы ему достался, бумберст и ретарн файр, а не это юслескил, это вообще не нужно, бумберст и ретарн файр, такая-то интересная тема у него, предлагает роботорс, мутантские ноги, и один медикит, такое-то он предлагает тело, шотганом использовать, и нейтралайзер на слабых существ, не, ну это в общем-то дефолтная тема, хэвич плюс ассалт, только надо, чтобы от хэвича обязательно еще бонусы были на дополнительную силу, чтобы можно было больше таскать с собой, только он предлагает тупо шотганом играть, такое себе, и он пишет, что здесь обязательно должен быть приз в команде, который накидывает фрэнзи, не, это все херня, уже так не работает, блин, так команду вы не соберете, вообще вот эти гайды меня иногда отпугивают даже, связано это с тем, ну почему они меня отпугивают, что люди их создают на другой сложности, то есть эти гайды не помогают, вот я помню, когда XCOM мы проходили, мне чувак там кидал, Виви, у тебя неправильная комбинация, смотри, какая лучшая комбинация, и скидывает мне там гайд на 4 снайпера и 1, там, по-моему, был невидимка этот, как они там назывались, стелса эти, стелс, 1 танк и 4 снайпера, вот идеальный комбат, что ты типа играешь через штурмовиков и так далее, и я, ну, показал ему пример, как снайперы вообще работают в той игре, и он увидел, что снайперы, ну, действительно, они не мобильные, на них постоянно со спины невидимки закатываются, на этой максимальной сложности, ты вообще ничего сделать не можешь, на суперзаданиях про чтение работает, то есть надо скомбинированное как-то другую комбудь было делать, хотя Майкер, например, проходил первый XCOM с кучей снайперов, но я потом заметил, он тоже эволюционировал, и от снайперов не полностью отказался, два снайпера просто оставляет и все, потому что два дальнобойных, конечно, нужно иметь, без дальников невозможно играть все равно, в этой игре снайперы, я бы даже сказал, более читерские, чем в других играх, ну, кроме того, что у них нет общего вида, они не могут стрелять с любого расстояния, читерские они в том плане, что они реально танков тоже могут пробивать из-за вэпонки, которая есть у Синедриона, кстати говоря, ладно, Immortal, это берсерк плюс хеви, но не хеви плюс берсерк написано, это, видимо, основные показатели нужны берсерка, а зачем хевик? А хевик, видимо, нужен для той же самой темы, что и здесь, хп добавлять, второй класс брать хеви для тех, кто бежит вперед, просто потому что они будут таким образом больше танковать, интересная идея, Assault плюс техник или техник плюс Assault, Ready for Action, это Revoke, Remote Deployer, Dash, OnSlaught, Electric Reinforcement, все остальное бессмысленно будет на нем. Понятно, это Assault, который быстро бегает, но при этом технические штучки доставляет, просто оружием не пользуется. Щитов у него нет, но этот гайд, видимо, еще без щитов был, когда Assault плюс Infiltrator, блин, тут же еще Infiltrator есть, точно, про него даже забыл. Ну да, да, на новичков и нижнюю сложно. Ну я просто хотя бы, ребят, ну чуть-чуть прочитать. Overseer, это Sniper плюс Priest или Priest плюс Sniper, ну это то, что я делал в прошлой игре. Зеленый, помните, Перс у нас был, это, по-моему, был Dark Flood, да? И это был Трохендий, Трохендий, он у меня был как раз Sniper плюс Priest, но я не нашел возможности толком Priest'ом пользоваться, и мне это не понравилось, потому что, чтобы Priest'ом воспользоваться, мне надо было ближе подходить. Я понимаю, для чего нужна воля, воля как раз идеально идет, от Priest'а идет автоматически, тебе добавляется, и ты можешь ее комбинировать дальше со Снайпером. И благодаря этой воле, ну то есть, по сути, мана, мана внутренняя, игровая, ты можешь по два выстрела делать. Это тема. Marksman Master, Wixpot, Market for Dead, но это да. И про весь пассивный эти. Induce, Quick Aim, Induce Panic. Judgment Head предлагает он, снайперское тело, Judgment Head, чтобы было больше воли, снайперское тело, чтобы выше точность была, и Leg Mutation, чтобы прыгать на стены, чтобы не пользоваться костюмом. Ну, потому что костюм у тебя не будет, ты же будешь снайперским телом пользоваться. Это мне нравится тема. Вот это, кстати, вообще мне нравится. Я, может быть, так попытаюсь сделать. Ну, понятно дело, Синдериловская, снайперская пушка, снайперская пистолет, их же, и MediKit, 2 Spare Ammo Clips. Это нормальная тема. Смотрите, что он предлагает. Он предлагает Priest Sniper, либо Sniper Priest. Не знаю, почему он считает, что Sniper Priest тоже подходит, хотя Priest Sniper, по-моему, только логично, должна работать. И тут ты получаешь потом себе голову мутирующую, чтобы не попадать в панику, но при этом у тебя была плюс воля и плюс восприятие. Там плюс 10, по-моему, было, мы ее делали. Sniper Tors это выше точность, броня там какая есть. И ноги это как раз замена ранцу. Может быть, мы попробуем. Ну, все, здесь гайдик по сути закончится, потому что там дальше идет просто описание персонажей. Ой, не то открыл вам. Ладно, идем дальше. По сюжету у нас. Мы здесь еще далеко до этого, просто стало интересно, что предлагают нам ребята. Знак вопросика. Я, наверное, его сейчас по пути возьму, потому что этой командой еще хотелось бы одну миссию провести, если вдруг будет. По ресурсам у нас плохо все. Да. Ничего не нашли. Здесь мы нашли синьку, и можно помочь отремонтировать жилой район, но это все нам не нужно. Торговля нам тоже не нужна. Хотя вот интересно, вот имеет смысл вкладываться иногда в ремонт этого всего. Обыскать музей, получили. Отлично. Все, здесь мы все сделали. Дальше идут сюда знаки вопроса и новая база. К ней мы, конечно, не летим. Сейчас летим на базу. Сбрасываем этих битых и усталых бойцов, берем новых и, наверное, полечу на это задание сразу же. Против тумана, которое... Потому что по дипломатии у нас здесь 24. Если я против тумана не выполню, они выше все равно подниматься уже не будут. То есть мне обязательно это надо выполнить. А Ану, чтобы выполнить, мне надо, чтобы на Ану напали. Но чтобы на них я увидел, как напали, мне нужно больше их территории открыть. А я только вот эти две вижу пока что. Ну и вот это еще. Так что так, сейчас сбрасываем. 19, 23. Ну, до всех сбрасываем. Хотя Фебровича хотелось бы оставить. Он единственный, но у нас сейчас тяж. По-моему, у нас больше нет тяжей. Да, пусть он тогда еще одну биту проведет. Второго снайпера сбросим. Яну Хертовскую тоже сбросим. Кого возьмем? Бандерольку вторую подкачивать? Наверное, да. Я возьму первого левела персонажа. И Бутика возьмем, так как нам снайпер нужен будет. К пас зайдем, раздеваем и посмотрим, что там по навыкам получилось. Навык есть. Плюс 20 к точности, минус 10 к наносимому урону. Для снайпера это топовая тема. Вполне. Но где нам взять тогда урон? Ау, ты будешь потом урон наносить. Давайте там возьмем сейчас эту штуку. Для снайпера это топовая действительно тема. И у нас есть урон в биохимике в дальнейшем. Яна хертовская. У него бомбардир появился нам не нужный. Скрытность плюс скорость и ответный огонь. Ну, берем ответный огонь и скрытность плюс скорость. И я бы ей силу еще добавил. 110 хп это даже не смешно. Ну, пока наверное, не буду. Пусть он на базе посидит. А, раздеть забыл. Приятная височка. Какой капитан прайс о чем-то? Здесь это молодой. Надо будет ее сейчас подкачать. Ну, и бутик это... А, я бутику даже случайно оставил полные доспехи. Кстати, о производстве. Да. Что нам нужно? Чурка у нас есть одна. Пока мы больше ничего делать не можем. Мы бульдога сделали же? Сделали. Да, ты а бутику надо сейчас бульдога уже дать. А, это-то сбрасываем. Берем бульдога. Берем... Стоп, я не то купил. А где бульдог? Подождите. А, бульдог это не снайперка, это я тупой. Ну, патроны нам все равно пригодятся. Как бы не проблема. Тупанул. Вот где бульдог. автомат эффективный радиус 22. Здесь эффективный радиус 25. Но урона гораздо больше здесь. Хотя не намного. 180 здесь 240, да? Правильно я считаю? Нет, подожди, здесь даже меньше урона. А, здесь лучше по броне работает. Вот в чем прикол. Здесь лучше просто по броне работает эта штука. Что-то я задумался о полезности бульдога. У него, смотрите, броня минус 2, очки действия то же самое, вес тот же самый. Наносит он 40 урона на 4, то есть 160. Этот наносит больше урона, 3 на 6, 180, но меньше разрыв. То есть вплотную эта штука сильнее будет из-за брони. Я по броне, потому что больше урона наношу, но издалека это лучше. В этом есть боец капитан прайс у меня нет имени, что ли? Нет у меня бойца капитан прайс. Что ты тут выдумываешь? Впрочем, бульдог какой-то оказался не лучший вариант. Наверное, больше бульдога строить я не буду. Один есть и хватит. Гранату можно еще одну заказать. А буду лететь. И по броне мне нужно не снайперскую броню дальше добавить, а скорее обычные штаны у меня есть. Пока я езжу со скоробеем, вообще пока езжу со скоробеем, наверное, мне вообще дергаться не стоит в броню. Мне нужно на базе начать дальше строительство, но я ничего не могу, нам ресурсов не хватает. Так что. Ладно, летим сюда. Выполнять задание, да. особое задание начать. Есть патроны, почему пишут, что нет патронов. 12 и здесь 12. А, то, что у нее слот есть, видимо, еще один. Ну, вот, что пишет. Давайте. не, я не могу взять. оставим как есть. Отправляем отряд. Весочка-то недовольный, себе бойца не заказал, и это как-то и завидует, ребята, завидует капитан прайс. Где Айвисочка у нас в игре? Нет Айвисочки в игре, себе не заказал бойца. Значит, не надо мне тут. Пока за счет корабей, я думаю, я не буду теряться, но компьютер еще пока не начал даже активно активную фазу против нас. Мне нужно сейчас быстренько Синедрион эволюцию сделать, поэтому я лечу их задания выполнять, чтобы хотя бы до 25 добраться, чтобы хотя бы они с нами сдружились получше. 25 процента. Захватите область. мы тогда ее начали делать и не сделали. Да? Где на штурм? Я помню это задание, они вот здесь, но тут почему-то были инопланетяне тогда. Пути, кстати, не восстановлено еще. Никого не видишь, да? мы нашли какого-то врага. Одного врага нашли наконец-то. Два врага нашли? Как я именно почему я 28 урона снял? Именно это число почему я снял. Не, на базе у нас никто не сидит. Вот чатик не даст соврать. Здесь вообще никто на базе не сидит. В этой игре она в этом смысле для стримера даже интереснее, потому что в XCOM ты действительно два отряда сделаешь и дальше кто-то если умрет. В этой игре здесь вообще постоянный свап идет войск и не говоря о том, что у тебя два отряда. Так что не надо нам тут загонять про это. Что спрыгнуть и стрельнуть в него? Ну и надо. Здорово. Глушение дали, стрелять он по нам не будет. Штурмач наш оказался просто мимо кассы, не туда побежал. Бандироль опыта даже не заработает такой ходьбой. Он слишком близко к нам подошел. Давай-ка машинка проедь сюда. Ракеты появились у нее. Кидать слишком далеко их пока еще. Тачка пока просто ездит. Наша тачка пока просто на прокачку, ребята. Отойди за угол. А, ага. Ну, и останетесь. А, Лига Легенд стоит. Блин, я опять не убрал Лигу Легенд сейчас. Никто не подсказал главное. Сидят там в чате. О, не страшно. Лига Легенд в начале стрима была. Тачку скоро надо отправить на лечение. Я думаю, когда у них 70% здоровья они снимут, тогда отправлю. Ну, то есть, где-то в районе 600 я уже отправлю ее лечиться, потому что хватит. О, килл. Килл сам подъехал к нам. Килл что сделать не могу. Снайпер может даже убить. Добей. Ну, или не добей. Что тобой делать, бро? Наверное, просто зайди за стену и все. Нельзя это даже вот так вот. Скоробей видит одного. кидать ракеты в него а че нет? А че нам? Блин, я его так убью. Не хочу их убивать. Но я хочу килл оставлять нашим. Так что просто подождем. Скоробей нам здесь для защиты нужен. Он просто прикрывает нас и подсвечивает все. Наша разведка тачкой. Наша тачка на разведке. Ой, ты че, тритон? Совсем глупенький. Ты куда пробежал? Пока компьютер глупенький. Пока я не горю, ребята, еще. Как видите, компьютер пока глупенький. Этот ходит, бьет нам по ноль урона. По колесу. Вгрызься в колесо. Сюда видимо уже ракеты придется давать. Серьезно, мой снайпер потерял вид на них. Так, с тобой сначала разберемся. у тебя под носом здесь боец стоит. Ты серьезно? А он его не видит? Понимаю. Он такой, кто под носом стоит? Ничего не вижу. И ничего больше сделать не можешь. и овервоч даже не можешь поставить. Можешь как-то в это выстрелить? Никак. Он стреляет тогда в того, в кого можешь. здесь даже отступать нет никакого смысла. И оно смысл отступить есть всегда? Нет, тачка, выезжай сюда, чтобы снайпер мог стрелять по ним. Давай. Еще дальше. по-моему всех уже увидели. Просто чтобы снайпер мог стрелять. Не, вы не забывайте, что я тогда с дробовиками играл. Бульдог это автомат. А я играл по-по-по-по-по-по-по-по. Я тут смеюсь, смеюсь, а компьютер читерского бойца достал из ниоткуда против нас. И здесь боец теперь у нас с 50 хп против двух остался. Слишком я разбежался тут уже. Расслабился, ребят, немножечко. Ты видишь. Молодец. Снайпер. Не, не. Можешь ему помочь? Можешь чуть-чуть помочь. Давай. Помог? Чем смог, как говорится? Это бутик. вариант А. Мы стреляем, убиваем этого чувака. Но у этого будет два удара. Вариант Б. Стреляем сюда, стреляем сюда. И у нас остается 50 хп. И мы остаемся вплотную к нему. Давайте посмотрим, что он может сделать за это. А. Тогда вариант А. Б. Используем. Ты же можешь оказывается их убить двоих. Нам было банально посмотреть на это. Да, я вариант С. Я хотел, да, как раз ракеты попытаться. Мне вот интересно достреливало. Да, докидывало до сюда. Тогда это вариант С. был бы наш. О, давайте убьем двух. Это зарешало оружие. видите, я думаю, кстати, с того бы не убил их двоих. С того старого оружия. Ну, вот. Ты, видимо, заканчиваешь жизнь этого бродяги. Ты просто сюда бежишь ближе к нашим. и тачка просто уезжает на максимальный рейндж. Чтоб хп не терять. На еще одно задание могу тачку взять. И после этого надо будет тачку уже лучше лечить. потому что там вся может произойти. Чтобутику дадим килл. Давайте. Если сделает. Сделал. Хорошо. Получилось неплохо. три бойца кельцы себе нафармили. Немножко опыта урвали. Жалко тачкой давить нельзя. Да, я, кстати, помню, очень многие про это писали, что хотели бы, чтобы тачка могла давить. были еще люди, которым не понравилось, что есть только воздушные корабли, что надо было сделать еще порты с кораблями, ну и так далее. Не, ну это уже совсем, во-первых, механику сильно меняет. Я помню, как Варкрафт тоже, когда ушел в корабли с нефтью, и это все вообще поменялось. Не то, не то. То есть, если что и добавить, я бы добавил какие-нибудь еще четвертую пятую фракцию, не в смысле как фракции, пусть три фракции остаются, а какой-нибудь такой второстепенных еще, знаете, задания, дающие какие-нибудь миссии еще, квестовые тоже темы. Ну а-ля, как в Экскоме первом эти были. Даже слишком будет сложно, продержите, подходит тиро правый, мы должны вернуть себе планету тиро ферме. Так, подождите, кто, кто прав-то? Но я надеюсь, что проект Феникса по-новиду защищает свои стратегические интересы. Скажите, вы правда думаете, что мы сможем существовать с чем-то подобным? Даже если слишком сложно, придерживаюсь этого подхода. Я понял. Долго въезжал, что он говорит. Синдрион теперь сторонник проекта Феникс. Отлично. Места расположенного убежища Синдриона были направлены в геоскоп. Теперь я знаю, где все они находятся. Будем защищать их и будут бафы даваться от них. Нам все их точки теперь дались. Все, которые со знаками вопроса, это они. Почему-то никогда Америку нам не показывали. В дипломатии они 29. Когда я доберусь до 50%, они поделятся своими технологиями со мной. У нас появились ресурсы, чтобы купить еще одного бойца. Здесь еще один тяж есть. Но меня сейчас не это интересует. Мне скорее база интересует. на базе нам нужно построить и завод, и исследовательскую. Потому что у нас реальные проблемы с этим. Либо открыть еще одну базу, где есть уже завод, и есть уже исследовательская. Вот как например я здесь сделал. Здесь есть исследовательская. Сейчас электрогенератор через 2 часа доделается. И я смогу включить его. И у меня просто исследовательская сама по себе. А база пока будет стоять. Что здесь есть? Здесь нет ни спутник. Есть насколько я понимаю. Это же спутник нарисован. Ой, стой! какое перемещение я хотел посмотреть? Ой, посмотреть. Ладно. Почему эти картинки рисуют? Нет, исследовательская здесь тоже. Тоже исследовательская база. А есть еще где-то? Вот еще база есть одна. Здесь тоже исследовательская. Сколько это стоит активация? 70420. Она как раз очень далеко от коронавируса этого. Это можно было бы воспользоваться. Здесь 70 тоже. А ясно. Это цена за каждую следующую базу идет. я понял. 7420 нам не хватает. Тогда ладно. Тогда будем оснащать те базы, которые имеются. У нас уже три базы все же. Здесь спутниковый комплекс строится. Давайте тогда сюда завод лепить. Или подождать. Может у нас сейчас в исследовании что-то появится. Это аптечки, вскрытие, овальное, вскрытие, вскрытие, вскрытие. Это все не то. Мы вообще не развиваемся как-то. Тогда просто завод делаем. Завод четыре дня. кто делать дальше? Есть здесь задание Новый Ерихон, которое с ними содружество сделать. И там боец еще у них. Есть знаки вопроса, к которым можно полететь. А, здесь еще была база. Не посмотрел. Что на ней? На ней есть уже исследователь. Блин, ну как я так умудрился? Здесь уже есть исследовательский центр, и он даже не сломан. Его даже чинить не пришлось бы. А, ну тут тоже электричество надо чинить, тогда нормально. Ничего не потерял я. Ладно, тогда летим сюда. Наверное, этой командой дальше. Делаем разведочку. В производстве у меня нет ресурсов, чтобы что-то делать. Так. Наши оперативники подходит полковник, пытается найти ключ к разгадке тайны, преследующей еще до первого тумана. Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. По следу этой неуловимой организации полковник прошел через весь мир. Конечно, не без помощи Тобиаса, но в последнее время Вест стал тереть терпение и предпочел направить свои ресурсы в другое русло. Может быть проект Феникс несет свой вклад в это дело? А он к кому вообще относится этот чувак. Понятно. Ладно, давайте вложим новый Иерихон минус 3. Я даже не знаю, кто это был, блин. Кто, как я должен был его имя выяснить. Короче, вот этого мужика он с нами дружественно, но новый Иерихон минус я еще и ресурс потерял на этом. Отлично. Наши аптечки сильнее стали. Эти открылись и знаки вопроса нам дали. Отлично, летим сюда. Когда подлетаем к ним, нам не нужно их разведывать, потому что они с нами дружат сразу. Извлечь данные. Точки добавлены в геоскоп, великое и добавлено великое устремление. Что такое? Какие точки добавлены в геоскоп? Без понятия. В чем я не вижу, что сюда что-то добавили? Чаще сохраняйся. Так, мы нашли фиолетовых. Солдатик есть. Что? О, наконец-то. Надо брать, потому что у нас такого солдата нет. Берсерк первого уровня. Нам в любом случае нужен хоть один берсерк. Берем и отправляем на основную базу получается. поговорим с этой точкой. Она ничего нам не нашла. Кроме знаков вопросиков. Точка добавлена геоскоп дар. Синдерон нашел прекрасно сохранившегося мантикора. Опа! Изъявляет желание пожертвовать его проект феникс. Ваши оперативники приглашены принять участие в мероприятии, которое будет при... Нихрена себе! Они просто так мне мантикору дают. А где? Куда? Куда? Я хочу лететь туда. Дар. Через 15 дней надо просто лететь, забирайте там мантикора, ребят. Там мантикора. Кто не понимает, мантикора это летающий корабль наш? Так. Это команды полетим. Потому что задание все же. Пофиг, пофиг. Это команды полетим. Чуще. А я не знал, что у них есть такое. Ага, я так понимаю, это задание Синедриона, одно из рандомов, которое может появиться, если я с ними товарищ. И они могут нам дать мантикору. А все остальные нам ни хрена не давали. Ну, а ну, нам дали мутацию просто так. Помните? Когда мы добрались до сюда, мы сразу смогли делать мутагенный изолятор. Правда, от этой мутации я так и не воспользовался. Так что не могу сказать, что да, не с теми отношения качал. Опа. Так, я не хочу это задание выполнять, слишком сложное. Еще попроще. Мы еще, кстати, ни с одной птицей не встретились. Мы еще не дошли до этой стадии. По сути, блин, у меня битый немножко бойцы. Ну, ладно, немножко это ерунда. Опять синедрионская музыка играет. эвакуируйте всех оперативников феникса. А где моя тачка? Вот моя тачка. Так, тогда просто моя тачка подъезжает сюда, мы всех эвакуируем. На тачке едем туда. Не, мне просто эвакуировать надо, да? Ну, пока мне задание автоматически нравится. Потому что я просто сажусь в машину и мы уезжаем. Если это так, ребята, это какое-то читерство будет с моей стороны. а тачка здесь проехать не может только здесь, вдоль деревьев. Ну, ладно. Мы еще не забывайте, можем вылезать иногда из машины, чтобы стрелять. бежим, бросайте раненых. Мы сели в тачку и поедем. Спокойно с ветерком, ребят, в нашем кабриолете. Ой, по нам уже стреляют. Все же машина на открытом виде и в нее дико легко попасть. Но пока у них нет пулеметчиков и ракетчиков, можно не бояться. А как же залутать опыт? Доедем до финала и там посмотрим, кого можем убить. Тем более, я могу вылезать из машины, делать выстрелы, залезать назад, как оказалось. Здесь нельзя проехать. Саные деревья не дают нам проехать. В лес заехал, ребята, водитель был пьян. Ну, тоже, конечно, тут есть дорога, она была по дороге ехать. В этом трое появится черсет. ракетами снести преграды. Точно! Но я уже поехал вокруг. И, кстати, не так много. Чувствую машину, после этого мне в ремонт надо будет сдавать. Доехать надо досюда досюда. И вот она, наша мантикора. А как я досюда доеду? Ну, видимо, здесь можно проехать. Вот здесь вот. Только не говорите, что я скоробей теряю на этом задании? Я не собираюсь обменивать своего скоробея на мантикору. стреляет стреляет это вот этот он. Единственное, кто умудрился сэволюционировать на оружие. Остальные с лапками. Их очень много, кстати. Здесь четверо, здесь двое, здесь один, еще один. И здесь даже трое. деревья можно будет снести? Я могу типа поехать. Нет, давайте едем через центр. Через всех проезжаем. Да, я знаю, что ты его заметил. Ехай! еще увидел. Вот, а теперь, ребят, я могу вылезти, нанести урон и залезть назад. Я это узнал в прошлый раз. Мы это тестили, должно работать. Можно делать так с каждым бойцом, только проблема в том, что этот боец не сможет себе стрелять. А, ну он может крикнуть. Нет, давайте это красиво сделаем. Снайпер выйдет, с пистика постреляет. Он с винтовки не может стрелять, может зато с пистика пострелять. Два раза. Все, одного убил. Второму в лапку. Да, в лапку давай стреляем. Отстрелил лапку. Назад залез. И сейчас красивый Фебор Човский красивый ход делает, ребят. Вылезает из машины и такой и назад залезает машину. Видали стратегия какая? Блин, тут еще тараканы эти уже появились. Я вообще не понимаю, как это задание пройти без этой тачки. Несерьезно, как это задание пройти без этой тачки? Жесть, но все, что мантикору получаешь, это не хухры-мухры. Здесь еще в конце и фейсхагеры появляются. Это если кто-то все же добегает до конца, ребят. Разработчики так пошутили. Если кто-то все же добегает до конца, там просто фейсхагер стоит. Опа-па-па-па-па-па. Там с пулеметом один появился. Надо быть с ним потом повоевать. Сейчас подъедем к нему. У него 120 хп всего лишь. Крик у нас еще один вроде будет, да? Можно проехать немножко расстояние и кинуть ракету. Можно проехать максимальное расстояние и там пострелять тогда. Мне не нравится, что я сюда пройти не могу. И эту штуку не могу снести. Я же не смогу эвакуировать свою тачку. А, наверное, все же отсюда считается надо заезжать будет. Сейчас подождите, посмотрю. Прям поймешь деревья сносимые объекты или нет? Ладно, едем тогда сюда. Но мне этого пулеметчика надо убить. Тогда проедем половину расстояния до сюда. Кокс корабель вмещается бойцов без понятия. 4, наверное. Вот с деплэн. У нас такой дурацкий план. Нам вот эту штуку надо убить. снимаю. Это была не очень идея. ты не ранен, Не ранен. Назад залезай. Снайпер вылезай. Тут оказывается два таких пулеметчика у компьютера. Здесь еще один стоит. Отлично этого убил. Второму попробуй руку отстрелить. Все же. Не отстрелил руку. Ладно, не страшно. Залезай внутрь. Крикун. Боевой крич второй раз сделать не сможет. Или может. Чуть не могу понять. вылезай. Может. Но почему-то этого не задевает. А он этого не задевает. Тогда не залезай сразу назад. Тут шутки шутки ребят надо аккуратно играть дальше. У корабей осталось 50 и броню пулемет может разбить. А нам еще проехать целый круг. что здесь не проехать. Как вы видите. Эти ладно. Эти не страшно. Они по одной клетке ходят. И сейчас меня интересуют деревья. Если их нельзя ломать. Ну без корабей на это задание точно нельзя идти. Но возможно это то задание где с корабей надо терять. Вышел просто покурил и назад ушел. У нас уже разбойничек бьет. Еще перекрыл нам дорогу. Телом своим эти митингисты. Что они здесь митинг устроили? Идите отсюда. На проезжую часть вышли. митингисты. 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 Ни хрена их тут вообще ребят. Не это задание по-моему не выполняется вообще если у тебя нет корабей. Вообще не выполняется. Просто вдумайтесь сколько здесь противников. Их штук сорок. корабей скоробей ты не можешь туда ехать. перекрыли нам проход. Они нам перекрыли проход. А этот еще встал на овервотч чтобы мы не могли вылезать из машины. Эта штука не ломается. Реально она не ломается. Коробей осталось 300 хп. С этой стороны нельзя проехать. Ну судя по всему деревья ломаются. Не буксуй нормально. Все еще на овервотче. Наверное ты вылезешь покричишь. и залезешь назад. Ты вылезешь и надо бы в кого-нибудь выстрелить. Ну явно не в это. Это говно нас не интересует. Вот тут парень с пистиком. Этот нас не интересует. Этот не интересует. не интересует. Того не видишь. Ну да тогда в этого парня с пистиком. По пистолету я бы даже стрелял. Ну да там точность такая себе. Ну и пулеметчик немножко страшно за него вылезать. ладно. Страшно потому что у него 29 хп всего лишь. так этот пулеметчик тупанул. Нам два хода еще нужно получается. Криков больше не осталось. Но главное что у них те стрелки и пулеметчики они тупят. и у нас есть еще одна ракета. Дом я видишь я не дом сломал я сломал чуть-чуть укрытие от него. не совсем дом я весь поломал. Но можно еще потом если что на про задание это выполнять и сейчас мы его не выполним сюда прийти немножко с другим отрядом тоже с корабей понятное дело сядем на него и поедем но с ракетниками скорее всего тогда кто не выстрелил потому что я за стеной стою а остальные даже подойти блин опять опять нам дорогу перекрыли и мы его убить не можем потому что он спереди перекрывает дорогу и а не этот наверх залез да сколько вас там компьютер реально не кончается не можно проехать я я хочу проехать как можно дальше сюда чтобы потом на рывке сюда заехать сразу туда заехать не могу как видите а боже мой просто весь список противников 12 штук несколько здесь 20 штук 10 почему-то 9 18 почему-то число 9 они использовали блин тут пулеметчик прям стоит но мы его сейчас убивать будем вязать и будем убивать да боже мой едь что же что ты застреваешь все доехал снайпер вылезай первым руку этому отстрелить отстрелишь руку можно будет в него даже не стрелять больше я знал что у него будет ответ на огонь но мне интересует ты в руку ты попал ты не попал в руку а все свое хп потерял опасно еще один выстрел делать и она можно в кого-то другого увидеть хоть кого-то другого этого например сверху где он там мы заставили его волю потратить правда он только ближе к нам подошел из-за этого это как я могу сделать могу выйти этим выйти этим полечить и вернуться а он не может выйти потому что этот занял проход сейчас я не убью сейчас я знал что убью но все нормально пацаны все хорошо все рассчитано было поли у тебя нет значит тебе вылезать нет никакого смысла конец хода и смотрим чтобы нашу машину не сломали да подарочек еще тот с подвохом кидает нам подарочек синедрион говорит ой у нас тут для вас мантикора есть смотрите приходишь а там оказывается вся база в этих монстрах может он был чуть ближе встать я думаю если бы я стал чуть ближе вот эти все кто сейчас впереди у меня встали они бы меня ударили уже они нас окружили но мне кажется мы можем тут проехать да потому что гипотетически вообще моя тачка может ехать прям за мантикору аж оттуда это реально какая-то миссия с эскейпом кто-то еще вне экрана ходит и нашелся еще один со стрельбой а вот это уже плохо жесть их здесь осталось ну мы должны за этот ход улетать если мы не улетаем мы проиграли потому что у него меньше 100 хп осталось у мантикора и нет 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 фу ход завершен еще кто-то да вы издеваетесь сколько их там наш скоробей сейчас умрет чувствую так мы живы у скоробей осталось 122 хп и мы доезжаем поняли мы доезжаем вот 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 сюда прям в центр уезжаем как рипли завещала давай как рипли завещала ребят просто садимся на корабль и покидаем на самом деле я еще даже не правильно тебе было бы еще пострелять немножко надо было еще немножко пострелять он за свой крик 33 получил только опыт ну все тачку нам нужно отдыхать отправить и честь и вот таких вот побольше миссий в игру и вообще идеально будет хотя таких тайного миссии много есть просто предыдущим трое меня компьютер уничтожил шинкать и нужно выкидывать не там есть ремонт короче где есть ангар ты отправляешь туда и она ремонтируется так же само как эти время ей нужно и она ремонтируется даришь на стрим получаешь об и ядром антикоры обнаружила врага вот я не знаю что это ребят я впервые в этой мини игре окей какого черта вот эта громадина к оружию что какому оружию что делать стоп куда стрелять как как куда нажимать что делать кушка w это что такое ешка стрелять не получается кушка не работает чё нажимать на нас нападать да я понял мечу делать воздушное судно будет уничтожено когда значение прочность его корпуса опустится до нуля обязательно отпустить до того как это произойдет отмена хорошо а чё делать-то я ничего нажать не могу мимо а я чё ничего не выпускаю и мантикоры рук кочер кочевник в боевой готовности ответный огонь а все нам говорят нацельтесь и стреляйте куда целиться как целиться чтобы нацелиться на боевую установку левой кнопкой мыши нажмите на оружие а затем по значку цели ага ох ты мой какая мини игра у нас попали у нашего воздушного судна и защитный модуль с помощью форсажного система можно уклониться от любой атак так так ребят тут какой-то вообще начинается можно уклониться от любой атаки с визуальным наведением в том числе от кислоты который выбрасывает летающий пандораны запустить форсаж и чё 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 а просто я нажимаю это щит там кулдаун а w что такое наносим пружиному переносится непосредственно на корпус прикончим этого пандорана ну да видимо w надо нажать она не нажимается ребят и она нажимается все я понял я все понял все я понял как играть эту игру так него больше ничего не осталось эти штуки все биты сам стреляет меня уже больше не спрашивает ей мы победили но это понятно это это была версия научить нас играть в эту штуку ребят наша группа успешно добралась до в с мантикор и сумела вовремя улететь и захвачено убежище судно находится в отличном состоянии хорошо оснащено тяжелым вооружением немалая часть нашего успеха мы обязаны пилоту синедриона по имени эйлин а по новый герой которая помогла нашей группе а также поднялась на борт воздушного судна как только мы взлетаем она добровольно вступает в ряды проекта феникса в качестве полноценного члена это же девушка что же вы так было бы глупо отказаться от такого способности и целеустремленного оперативника как прибав на базу мы получили тревожные новости все умер рассказать некая чужеродная сущность известно как mountain egg что послужило причиной интенсивной сейсмической активности принесло с собой кстати я почти угадал большая часть разрушения чудовищный пандаран разорвал окружающего оболочку и пробился ножи огромный размер нельзя сравнить ни с чем что мы видели прежде многие убежище сообщает о волнениях внутренних беспорядках сейчас похоже ни одна организация не силах справиться с народными массами и унять вызванную панику новобранец присоединился и у нас нет ресурсов дальше патроны купить но у нас есть две мантикоры нет где 2 мантикора так нас киданули по ходу ребят нас одна мантикора нас написано судно только одно это кидалово потому что я прилетел туда на своем судне оставил его там а потом на этом улетел ясно все с вами понятно нападение бегемота и летающий пандарана меньше разуме требуется медленно но это надо надо изучить вправду и вскрытие а и мир мидона убил можно его вскрыть будет за него дадут бабки чем такое можно просто нажать короче я понял мы потеряли но то есть мы мы не потеряли мантикора мы нашим антикор усовершенствовали и она наша мантикора теперь весь с этими видите с пушками она называется дар а где 2 мантикора у нас нет романтикора вот и все вот воздушное судно только одно а мантикора которая была раньше ее нет потому что теперь называется дар вот она как все но зато это с пушками все я понял как но бесплатно пушки нам дали и мы прошли квестовую тему с изучению это за это мы обязаны скоробей скоробей кстати да где наш скоробей он жив куда тыкнуть чтобы скоробей увидеть почему у нас четыре каких-то бойца где вообще состав скоробей на месте вот на точке феникса находится где . феникса мы тут и находимся а он просто на базе сидит все скоробей сидит на базе по какой-то причине гражданка теперь так я придумаю и новое имя будет гражданкой останется вот у нас чурсет все переживал когда же я ему дам когда же я ему дам вот у нас гражданка чурсетовна будет чурсетовна гражданки чурсетовна пройдите пожалуйста на выход давайте дадим и голубой цвет потому что ты гражданка чурсетовна почему-то здесь у него волосы другого цвета стали вернем вернем те волосы давайте голубенькие волосы и сделаем полу менять не будем пусть она той будет кем была все гражданка чурсетовна готова это снайпер у нас снайпер с концентрация бафа у него биохимик хорошо скрытность и скорость так себе точность хорошо вот эту вот штуку поменять еще было бы нет уже дал перс или а проблю тебя есть уже снайпер сейчас я покажу часы чурсета выкину из списка потому что я еще вчерашних не всех переписал у меня не на листочке здесь записаны вот гражданка чурсетовна как раз к ним относится а ты есть вот по рублю снайпер тоже красавчик только я одного не понял у меня типа вместо мантикор и медали гражданку чурсетовну вот что я понял потому что вот она эта команда которая была в битва лады эту команду сбрасываем потому что они во-первых 5 во вторых они устал и гражданку чурсетовну можно оставить берем трахиндеем надо рассажаем скоробей я брать не могу поэтому сейчас придется играть ребят уже по чесноку чатик начинается честно играем факт а ты где находишься почему-то на феникс дельта находишься насколько это бомж еще есть которого он выглядит как бомжом почему-то там находится это должен был быть ребят у нас флот дракона вич еще один тут дракона вич и прожить не флот дракон почему флот драконович а ну да все верно все верно это должен был быть но это дарк флот кто не понимает у нас просто один он уже есть но у нас же было двое все верно и у меня осталось 2 bad big bull и 1б будет bad big bull а 2 будет быть 2 будет bad big bull а остался еще один трахиндий и еще один какой-то саша 33 но я не знаю если человек придет на стрим тогда ему дам имя так вчера кинул 33 рубля я поэтому саш 33 назвал и все так ты просто на базе он на бомжа похож нормально чем можно чуть 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 его персонализировать синенький цвет дадим им синенький зелененьким а так вот у нее нас наши команды у всех имена есть но этот вообще на другом каком-то объекте находится вы надо будет пойти забрать он здесь там ничего нет даже так вообще давайте на базы посмотрим здесь у нас склад не работает а дельта астронавтики исследовательская заработала жилые помещения выключены все еще следовательских заработал это хорошо и не нравится лишь от рисуют чуть надо сделать колонии пандаранов тех без защиты так что нам нужно делать нам нужно состав сейчас взять команды до который на даре будете три персонажа есть нам нужно еще троих сюда добавить и проблема в том что мне никого добавлять вот тебя от могу добавить эти все биты и усталые биты и усталые есть у нас флут и есть вот кэбр карайлович но проблема в том что кэбрга он не может пользоваться этим оружием ему особое нужно оружие так как он у нас а все может пользоваться оружием у него появился навык я его возьму просто чтобы он мог пользоваться оружием так жить тут же было написано повысить точность обращение с ружьем на 20 процентов и урон при обращении с оружием ближнего боя а у меня типа не ружья нет это же автомата считается на это автомат если мне не ружья нет ничего нет понятно просто качки потратил ну ладно не просто так мы все но бы это вкладывали просто этот чувак это техника ему нужно технику а у нас техники нет никакой снайпер нас ждет но у нас сейчас вообще по ресурсам 69 519 и минус 9 идет потому что у нас очень много солдат но при этом мы недостаточно их кормим поэтому они нас объедают ребят мани 6 еще надеюсь она 5 почему-то бойцов а 6 я так и не смог найти до 6 здесь полететь за 6 добрать его или полететь вот это выполнять задание здесь какой-то темат компьютер летает на 1500 эти сохраню игру потому что я даже боюсь здесь сделать движение уже короче летим сюда на этот темат а темат это наш и лететь тогда на эту надо штуку этот за ресурсы а как мне на нее напасть как нападают я не знаю как напасть ребят как на тебя на я без порядке когда эти штуки нападать 1 я ничего не знаю полетим сюда заберем знак вопросика заберем еще один знак вопросика открыто конец спасательные капсулы этот модернизация защитит всех и противника проект феникса даже если мантикору собьют воздухе кто нас собьет воздухе но мы ее не будем на первый лад ставить мы поставим а второй лад после нескольких часов ничего не было найдено потрясающе потрясающе люблю когда так происходит она вон летит туда я не прям не начнет делать или нет высадиться обследовать территорию провиант плюс 70 ну хотя бы еды немножко взяли на эту штуку летит штука я ничего сделать не могу я не понимаю чем не делать я уже нахожусь недалеко от этого задания уже легкого уже компьютер развился еще дальше ребят как мне и останавливать вспышки появились можете принять какие-нибудь знания чтобы значение топливной технологии чуть дает просто нажму а где задание которым не нужно эволюцию пандоранов это не вот колония пандоранов вот это мне надо первую очередь капсулы и потом колония есть еще знаки вопрос пересел уже здесь я без понятия че с ним делать я думаю может быть мне пойти сейчас на это задание ящики пособирать чтобы ресурсы урвать здесь есть ресурсы здесь есть ресурсы и на базе наверное у нас все восстановились да да почти все восстановились можно флота драконовича отправить как-то передвинуть я хотела в этом но может быть в пеший туризм отправить отсюда до сюда пусть пешком бы дошел хотя то не вы знаете с этой штукой делать производство нас новая появилась дать посмотрим что появилась где очень появилась какие-то ракеты появились форсаж пипец сколько денег это все будет требовать потом а да здесь еще есть волки мутирующие . ты же есть еще волк как в той игре было я помню кабан и волк да по моему доделся и кабан и волк и они вроде два слота занимали то есть можно было с животными еще в команде быть волка там фир был у кабана было пробивание брони и он топтать мог всякая такая фигня у них была я не хочу вместо этой штуки делать я сундуки наверно пока собирать не буду наверно это никак спасти не могу типа она уже мертвая всем привет я мертвый нет вроде мистер 7000 жив был а может уже был мертвый они это еще я тебя еще не пометил на листочке ты еще висишь значит еще тебя не это всем было сказать что ты мертвый ты бы нового бойца купил но я буду честным и у меня еще здесь висишь даете что упустил вот тут и тут-то нарисован мистер 7 1 смиримся с тем что она что-то там сделает нам с базой продолжаем разведками заниматься спасательные капсулы готовы отлично пандораны прилетели пандораны в полете вот и и чего вот пандораны в полете да давай полете а а вот вот стоп-стоп вот вот эти пандораны как их поймать ну как их поймать атакой вот обе в полете я вижу воздушные силы как атаковать кто понимает куда тыкать хочу разбить лицо им на них нельзя нажать а как мне этого маленького монстра убивать производство еще появилось это а мне капсула надо отдельно сделать чтобы спасать а какие вскрытия я все исследования сделал другое вообще они потом будет появляться ясно просто так числе то я время теряю да я тогда я загружу сервер просто потому что это какой я не знал что с этим делать поэтому я перезагружусь ну чтобы дни не шли напрасно понимаете да потому что то что еще сделали туда обратно летал два дня просто так пролетала мог на два знака вопроса больше выполнить тогда чем раз я ничего с этим сделать не могу растут нет кнопки нажать и сделать то сейчас полетим летим выполнять определенные задачи которые мы себе придумали нам нужно забрать бойца и здесь вместо с ресурсами спасти заброшенную машину еще одно еще один скоробей и ребят и я думаю это вполне адекватно что вот мы летим сюда забираем бойца знаки вопросики тут еще по пути в общем это вполне нормально то есть не в эту сторону пойдем в эту сторону пойдем бойцов у нас пятеро сейчас будет шестой давай давай спокойно читай раван чего не найдено ничего страшного сюда прилетели знак вопроса выдал это выдал домик нам дал заданием кстати там домик будет хорошо сначала заберем этого бойца на базе да не сделалось так берет это вверх и где там опять у нас было нет было до забираем бойца отсюда потому что ему здесь сидеть ничего не делать он сам не там типа когда ты даже находишь бойца тебя спрашивают куда его сразу отправить если у тебя перри перегруз я понял твою мысль весь перегруз просто спрашивают куда отправить делаем знак вопроса делаем этот знак вопроса закрыть сводку противник стал сильнее но мы сейчас это будем скорее всего выполнять еще до четырехчасовую миссию на территории бывшей текстильной фабрики нашли оперативник обнаружили сотни манифицированных сил на тут сжечь да по моему последовательно просит им передать тела мучеников для исследования новый рек он требует уничтожения позволит последовательным изучить потому что новый рек он типа наши злодеи будут я выбрал одного злодея а ну и провиант все отлично что он говорит мы сейчас поглощаем жадность он накопил достаточно эти разбойники напали на многие вещи как и на убежище других пускай мы изгоним язычников отлично второе посвящение нам дали ребят где она где второе посвящение них вот это их второе задание и таким образом у нас дипломатия с ними зайдет за 25 поинтсов тоже мы сейчас далеко находимся наверное производства да там все все мы знаем наверно сейчас сначала это сделаю принять нам дар какой-то дали она минус синдрион плюс лидеры плюс и получили 50 очков умений все солдаты потеряли правда выносливость они были так снега выносливый так что пофиг что они там потеряли насколько я понимаю ран тут написано потеряли 10 выносливость а у них всех ровненько ну сюда идем это вещи мозговой имплант может достать его для меня хорошо вознагражу тебя принимаем миссию . доставлена у него даже сюжета нет чувак просто говорит а найди мне это все ты ты издеваешься где-то в бразилии мнение чувак ну когда-нибудь доставлю три кораблика этих можно открыть но наверно по пути здесь пока не будем далеко летать не будем распыляться а здесь сотни трупов все находятся стадии разложения запах ужасного самое ужасающее это то что все люди были оставлены здесь умирает даже не получив шансы на борьбу за жизнь пускать тюрьму выносить потеряли зато провианта урвали отлично проверим сюда почему-то пишет минус 10 выносливость а на самом деле снимается рандо а наверно минус 10 у всех имеется ввиду на 6 человек делится 10 выносливости потери вот что имеется ввиду минус 10 выносливость у всех я думал всем минус 10 дается а тот минус 10 кто-то больше кто-то меньше тогда это вообще изи сложность для девочек два знака вопроса или сразу с карабея наверно два знака вопроса потому что потом сюда прилетать не буду я банально очень далеко нахожусь сюда не прилететь никак и не базу нашли еще одну синюю базу нашли это сюжетка это мы видели это тот как тот то здание захватили мы его защитить не смогли вот это вот штуку захватили и на новую он отправился я все еще ничего сделать не могу воздушное судно дар обнаружил большую часть группы плавников идущие сопроводить их отлично подожди далеко не отлетать я ничего сделать не могу что я могу сделать с этим ты сказал типа что я ничего сейчас делать не могу я поэтому и бросил его потому что ничего сделать не могу или я все же что-то мог сделать так давайте в производстве посмотрим вообще тупанул ребят мне надо было все это время я очень сильно тупанул надо было все это время снарядить наших бойцов чтобы знать кто с чем уже есть и чего нам не хватает я немножко прокранил если честно узнать чего нам не хватает что-то у нас например нам тупо бум получше снайпер они они оба такие этот получше снайпер все же 1 штанов снайпера не хватает это я вижу штанов нету снайпера 2 снайпера сейчас нарядим здесь этого тоже не хватает у нас второй ранец был по моему для этого специально сделан да и пистолета нет 2 вот например всякие такие вещички надо обращать на них внимание давайте быстро зайдем в производстве посмотрим что мы можем нам нужно вторые штаны для снайпера хватает ресурсов как раз только на них 17 часов а пистолет пистолетов потом будет так много когда будет потом да а давайте штаны для снайперта поставим пусть ресурсы на это потратится так ты у нас готов все нормально второй такой же боец давай тогда это тебе гранату хилку и боезапаса нас ресурсов нет чтобы взять кей тебе я не знаю что давать потому что у нас ничего нет если честно там пока временно ракетницу которую ты пользоваться даже толком не сможешь перевес начинается адовый персерк который ничего надеть на себя не может поэтому такое себе ребят одет 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 и хрена ни хрена берсерком и ожидаемо было что ничего не будет скоробей уже восстановился может мне слетать забрать скоробей и это сделать сейчас по пути лечу сюда и потом сюда так захватывать собирались захвата изоляция пандоранов появилась у нас задание наконец давайте его поставлю в первую очередь производство нам тут тоже сейчас далее но у нас а у нас ресурсы получились получились ресурсы ребят мы можем чего нибудь добавить например еще одного бульдога но очень дорогой ммм добавил еще один пистолет все и все ребят просто пистолет даже на самом деле пока пистолет я бы не ставил потому что мне надо бы наверно на базе лучше что-нибудь поставить побыстрее два завода есть но он еще не достроился но например а у нас не хватает денег да на исследовательскую 300 стоит да да мне нужно броню вот я думаю пистолет такое себе мне нужно броню еще одну взять лучше даже а пистолет кушать не просит дать поставим его так еще раз задаю вопрос там кто в чате есть что я с этой штукой должен делать мне скажут что я что-то могу сделать или я должен что-то уже сейчас сделать а тут кстати пацана можно забрать хорошего снайпера молодой снайпер кстати а к нам новобранцы то приходит я чуть не проверяю это тоже начал тупить обранцы так нам приходит надо посмотреть на них ты минус точность плюс 10 процентов урона это для ракет очень хорошо самообороны добавить к пистолетам и точность есть клетка слышимости такое себе два очка воли 10 радиус восприятия херня они боец получился она дешевая только из-за дешевизны хочется ее взять здесь 25 процентов радиус гранат плюс 2 скорости для штурма это может быть хорошо хевич потом штурма превращающийся два очка воли 10 восприятия опять самооборона 5 пистолет и от кстати неплохо выглядит это без было тоже гранаты с силой воли плюс здесь же из тоже очка воли на и здесь я здесь к силе и подождите это одно и то же дает одно и то же и дальше снайперка идет ненужная совершенно начало хорош а потом снайперка не нужно а них не оповещает все вот теперь я понял вот с этого и надо было начинать что них не оповещают они просто нападают этого наверно можно взять он блин мне денег не хватает я бы взял этого просто потому что это дешевле почти ну цена крайняя разница при этом здесь не такие уж и тупые показатели 10 урона минус 10 точность для гранаты ракет вообще по барабану пистолет и все но вплотную стреляешь так что 10 точность потеря ерунда волей будет восприятие тоже неплохо что наверное вот этого-то бойца возьмем как раз а точку феникса до точку феникса и хотел я глянуть на вот этого снайпера на самом деле информация об убежище а я уже его смотрел да там ничего нет особенного обычный снайпер данных про него нет так что это здание можно терять хорошо тогда летим сюда прям было тот взять потом как-нибудь делаем это это не порочная до делаем разведку наши оперативники обнаживаем пункт прослушивание принадлежащий новому эрихону он используется для слежки за синдреоном полностью автоматизирован уничтожить провести тайную диверсию чем делать то что тайную диверсию и мы лучше бы я сделал что-нибудь другое судя по всему я думаю ребят я сейчас вот как сделаю я лечу на эту базу забираю скоробея со скоробеем выполняю вот это задание ресурсами или или все же попытаться этого скоробея забрать а давайте я попытаюсь просто потому что она прям вплотную ко мне находится мне никуда лететь не надо я вроде уже вооружен да так что можно просто отправить начать задание только с патронами могут быть проблемы у кого-то более-менее неплохо а подождите одежда появилась у нас а так надо запомнить что у яны патроны для нашего ракетчика надо это запомнить и сейчас я попытаюсь еще одного скоробея урвать у нас было два скоробея и тогда я смогу полностью идти захватывать эти территории сундуками потому что я смогу на скоробей проехать всю территорию довольно быстро и тремя персонажами собирать сундуки и садиться назад в тачку ресурсы в себе соберу очень много то есть я буду полностью все собирать но это задание средней сложности я еще не собирал здесь корабель я не знаю что здесь такое вообще из корабель и здесь там просто написано эвакуируйтесь задание еще не выполнял я просто делал предположение то что она похожа на то же самое задание что со скоробеем и у меня есть еще основная миссия которую надо бы пойти выполнять и не затягивается эти потому что компьютер эволюционирует а я торможу когда я иду по стандартным миссиям я развиваюсь тоже так становитесь транспорта эвакуируйтесь отлично транспорт видимо где-то тут из понятия где транспорт шаш готовы вас ждет еще до 4 часовая версия попкорн взяли потому что чувствую сейчас опять будем а вот транспорта боже мой он был прям вплотную ну я когда прыгнул только об этом узнал так это простое задание тогда то простое задание 0 сейчас все увидим чем его сложность уж пока нет никакой сложности так ты у нас снайпер не кто у нас там был самый бесплатный нас техники есть где-то здесь которого их техник вот техник да нет стоп флофт вот техник а я тебе я тебя уже сюда отправил на аж перепутал его ищут и техника техник то вот он отсюда ты эту штуку видишь да не нравится мне стоя стоять а наверное других вариантов тут нет и не вот в этого надо стрелять чуть-чуть в нашего попал насколько на 10 ерунда царапина чё орешь так ты залезай в тачку . тогда выезжай смотрим что мы видим ничего толком не видим это не скоробей ты близнецы ребят я не знаю может здесь на рандоме . спаунится и возможно сейчас типа нам повезло с диким игровым рандомом чему эрихон злодей у них самый но я просто выбрал уже ерихон не сам начало достались а ну и достали синие трионы рядом или ты я помыли хона вообще еще не нашел ни одного здания поэтому я их сделал автоматически злодеями она пофармиться немножко а кто второй тогда близнец не знаю то второй близнец так чуть-чуть пофармимся потому что все же кельчики нам нужно выфармливать ой они часто опасно здесь не начинаешь ладно тогда и для тебя это и правда было опасно читая его убить не могу нас еще типа снайпера есть бесполезная а я вообще рассчитывал на этих бойцов что они хоть как-то ему урон нанесут еще один а вот те кто в машине сидят от вас толку с никакого нет от от просто встань здесь на овервочи все он подойдет ударит но у нас нет другого выбора два удара по технику но зато технику сейчас скелет сделаем за счет этого соли нихрена и мы не сделаем окладно техник тебя где у нас выход до выхода то далеко перед еще это тороплюсь немножко четко как-то надо поаккуратнее все же это задание провести он умрет да да умрет давай тогда во второго стреляния во второго нет смысла стрелять есть только мы ракетами его не пробьем но у меня осталось мало ракет чтобы так веселиться постоянно ракетами в них кидаться наверное уже не стоит больше ракеты стрелять давайте я вот проеду сюда мои снайперы которые сидят внутри могли вылезать и стрелять по нему может руку оторвем ему ну или мы не попадем ему даже в руку второй снайпер тоже вылезай а у тебя нет ничего есть граната только гранату здесь не хочу тратить залезай назад так тачка можно будет проехать потом или нам сюда выезжать на эту прямую просто ехать она команда то тут тогда лучше сюда а здесь камень ой боже мой ты ничего сделать не можешь но они спавниться в численном меньшинстве компьютер видите это задание очень похоже на предыдущие только почему-то нам с кораблей прям поднос подставили крови может только отсюда ехать получается не говорите меньше он там тоже проехать не может отсюда идет этот без оружия да не у нее есть пистик раздражать нас часами выстрелами в спину через укрытие как-то уйти . знаменитая бочка есть от 1 спрячем за бочкой ты можешь поджампиться пороки джампиться либо ты ни хрена не можешь сделать и хоть с кораблей за тобой теперь возвращайся в эту штуку может стрелять нас не особо интересует я свое первое прохождение только за счет тюрели и эрихона прошел на 3 сложности но мы играем на 4 сложности и до них тяжело добраться до тюрели плюс компьютер я помню он хорошо их обходит еще показался этот класс довольно минусовый когда я играл первое прохождение сейчас мы делся может там что-то новенькое интересное появилось серьезно машина здесь застряла ребят из-за вот этих камней у меня машина тупо застряла самая сложная в этом задании это на этой машине куда-то выехать судя по всему так где еще один у меня был вот он я давай-ка на максимальном пробеги а тут и больше всех отстаешь я проломал чтобы может быть здесь проехать потом не знаю получится ли это он умирает вроде да да у него двадцатка двадцатка урона так что пофиг эту штуку хочется убить ну все да еще один появился это пулеметчик не страшно ну фактически страшно но у нас вроде все готово чтобы с ним поперестреливаться и это даже не пулеметчик оказался как видите это парень с палкой оказался тогда можно в эту штуку пострелять почти и убил даже отлично тумана войны наконец-то убрали племп подошел такой дурацкий гуф такой дурацкий гуф такой дурацкий гуф чатик ну как отсюда он смог добраться до сюда и 3 и 2 удара дать серьезно бочки бочки имбовым м и 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 я могу перепройти это без потерь потому что миссия сама по себе довольно простая можете перепройти без потерь давайте перезапущусь просто но я не хочу на такой простой миссии терять бойца вот хоть убейте на такой простой миссии нет я представляю какие там дальше будут миссии мы это помним прошлые разы и мы там будем терять бойцов если мы сейчас потеряем бойца 2 даже если уровне это уже плохо она того не стоит тем более что здесь очень простое задание я не знал куда ехать на тачке а тут можно было ехать по этой стороне на тачке и просто фармить киллы по пути сиди фарми себе киллы бесконечно практически тачка едет и никто и не угрожает я спокойно отстреливаю всех вокруг я снайперов засунул потому что они не мобильные всем стрелять не могут никого нет а вот она все . кстати почему первый раз тогда не увидел сейчас она сразу показывается что это да и все и так и и и и и и Это Яна Хёртовская у нас погибла тогда, получается. Так, ну кому-то все равно, плятся, в тачку сесть. Давай ты. Вообще не понимаю, почему я поехал в другую сторону, когда мне даже рисовали. Я типа сюда. Даже игра как бы намекнула мне. Там оружие, да? Да, вот у этого оружия, давайте-ка его сразу проломаем. Чувака с оружием. У него желания не было тут играть. Стрелка. Там мелкие ранения, готов получать ничего страшного. Ага. и можешь мешает да надо избавиться сразу от количество так сказать уменьшить количество соперников и тогда новые спауны по одному появляющиеся будут нам не страшны да 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 пока мои снайперы просто потрясные чё наводит счет его из женщина успокойся и 7 сторону он так и так умирает стрелков вроде оппонента нет но все но за мелкое укрытие встанем так вот теперь посложнее момент на так стать чтобы случайно свою машину не стрелять из этой штуки потому что я знаю как это работает вот все стало проще и давай просто двумя выстрелами от него избавься и в машине сидит еще боец появился еще один щитоводец не страшно теперь удар движения удар движения делаем постоянное а Девушки отдыхают. Могут даже ближе подойти, но он какой-то немножко танковый. 260 у него. Тут же хп есть. Ты не можешь в него попасть. Могут. 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 Не попаль. Ну мы в 4 я думаю его сейчас забьём. Да, он решил за машиной бежать. Ой, мы сейчас будем вылезать и сразу расстреливать его, кстати, вообще удобно. Вообще удобно, чувак. Ты что здесь вышел? Здорово. Так, кто у нас там второй сидит в машине? Этот? Да. Все звуки машины смешат немножко. Давай эту штуку убьём. Чтобы дальше туман не распространяло. И проедь вперёд. Остальным надо бы сейчас догонять нашего скоробея. Бежать на фулке. По открытой местности пойду. Парадоксально, мне кажется, так безопасно. Потому что я тогда не открываю вид ни на одного мапса нового. Где-то один появился. Потому что каждый ход кто-то спаунится у них. Где-то один появился. Вот здесь этот появился. Мы его видим, но стрелять в него сейчас не будем. Скорее всего, проеду так. Последние ракеты у меня остались. Тратить их, наверное, не буду. Пусть меня догоняют мои отстающие. Все, что я нужна, это чистый удар. Эта фраза мне нравится. Я думаю, наверное, этим и вылезаю сейчас тоже. Надо всё верно. Цель, ребят, пройти не умерев никем сейчас. Так, ну и ты всю нашу команду прикрываешь. По нам огонь вести не могут. Можно даже чуть-чуть вот так сделать. Так-то уехать можно аж до туда, но мы не будем. Пока уезжать далеко. Ждём. Конвоирование оно такое. Защищаем Кадоев. Ой, я забыл. Вы мне не напомнили. Там же уже в своё время. Уже надо было в Лигу Легенд идти. Смотреть, что там играть. Флекс или не играть. Клэш, точнее, со зрителями. Так, у него какой-то непонятный пистик на ноль урона вообще. Давай-ка заедем к нему вот так. А где выход-выход здесь. Высаживаемся нашими бродягами. Десантируемся. Феникси Клэш лучше. Не, но всё равно надо покушать сейчас будет. Сделать перерыв. Может быть не прямо сейчас, а... Так, стоп. Дерево. Возле дерева он должен быть. Дерево. Вот оно. И он здесь. Не здесь. Не запомнил я, в какой точке он стоял. Но я ему много урона нанёс. Просто всё равно как-то неприятно. Зря, наверное, тачку увёз так далеко. I'm on the move. Providing overwatch. Не, Яна Хёртовна в этом трае сейчас умерла, но я перезагрузился, потому что я не хочу терять бойцов начальных. Это как-то вообще... Ну, зная, что у нас будут задания, где нам придётся бросать бойцов своих. Зная, что у нас будут задания, где у нас будут умирать бойцы. Потерять бойца на вот этом задании я точно не хотел. Поэтому я решил перезагрузиться. Когда летний ЛЦК? Летний ЛЦК уже 6-го числа. Но я его стримить не буду, так что можешь... Если тебя такого доинтересовал, можешь уже отписываться от моего канала. А так они 6-го числа. Америка тоже 6-го числа, по-моему. Так. Наверное, дождёмся всех. Заодно проверим сколько может сесть людей в машину. И не родил ЛЦК. Да я так просто. Мне является сейчас, чтобы умереть потом. Не, оно... Прокачка. Прокачка персонажей. То есть я не против потерять Лемминга, когда у меня будет там 3 четвёрки, 2 шестёрки и 1 двоечка. Да, вот тут я не против потерять Лемминга. Это вполне нормально. Так. Какая-то фигня с пролечом пошла на нас. Стоит какая-то фигня с пролечом. А мы, судя по всему, не попали в него. Что за 4 выстрела всего лишь? А? А куда делась точка? Нормальная игра меня тут затроллить решила. Игра такая. Да не, нет там никого уже. Всё, уходи. Вот теперь там нет никого. А, всё, нельзя сесть. 4 человека только может сесть в тачку. 4 человека только, ребят. Ща мы... Поиспользуем... Великую технику. Техника называется... Высадил, сел. Горячая картошка ещё. В простонародье. А, этот даже может до тут добежать сам. В горячую картошку поиграем. Кто-нибудь мог и на коленках поместиться. Ага. Ну, с двумя травмами, да? Два ранения будет. Не страшно. Два ранения — это ерунда. Всё, хватит фармить скиллы. Это уже опасно становится. Потому что они с параличом уже начали выходить на нас. Один выстрел парализует. И потом надо будет стоять отбиваться всё это время. И вот тогда... Да. Ты беги же. И тогда уже, действительно, оно будет... GGVP для нас. Всё, отлично. Мы второй... Второй... Мантикор. Ой, Мантикор. Скоробея второго себе поймали. Который здесь почему-то называется Близнецы-2. Урвали себе второй транспорт. И теперь сможем ими меняться. Но опыта не так много дают. Потому что я говорил, что такие задания, где спаунятся мапцы, обычно опыт такой себе даётся. Да. Яна, тем более, у нас была уже третий уровень. Так что правильно, что я перезагрузился. А так, представьте, третий уровень бойца потерять здесь сразу. Менера. 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 Ну, да. Так, сколько у нас времени? Наверное, я сейчас и правда пойду покушать. Потом вернёмся и продолжим сегодня добивать эту... Пройдём сегодня всю игру. Я думаю, уже успеем, да, ребят, как думаете? Тут осталось-то всего каких-то 80. часов так вот куда нам с корабе и предлагает отправить а вот почему феникс дельта про то что здесь 1 висит списке ну на точку феникса и отправляем а куда еще одним бобиком стало больше до одним бобиком стало больше у нас что есть у нас здесь эта штука летает и убивает эти штуки нам нужно сейчас вернуться к бобику пути здесь к сожалению нет просто вернуться к бобику но могу снайпера этого забрать еще одного здесь на рандоме который продается туманный страж я убил его только что первый раз набрать снайпера допустим в этом убежище просто потому что нам еще может пригодиться у нас на основной базе то есть . феникса жилые исследовательская нет даже тренинг базы здесь до сих пор центр подготовки это голова начал завод делается будет два завода потому что у нас всего 10 и 16 бойцов 2 скоробея и больше я не могу иметь скоробеев видите увеличить количество скорая как увеличить количество скоробеев час позволяет вести ремонт наемных машин 2 2 наземных машин и 2 воздушных судов это вести а это на этой базе типа 2 могут быть из 2 правильно я понимаю то есть если я дострою здесь ангар а его здесь надо просто восстановить то еще два плюс два смогу делать если здесь сделаю то же самое тоже 2 плюс 2 все понял поменялось я просто представляю а может произойти такой момент что у меня будет там 56 мантикор ребят 56 мантикор на всей карте мира каждый из этих 56 мантикор есть . и по три бойца которые вместе с ней работают чувствуете как это может быть нужны нам еще один снайпер этот на нет тем более нам ресурс лучше покопить да так как короче летим сюда напрямую забираем скоробея первого скоробей 1 и летим выполнять какое у нас есть второе посвящение вот здесь что она есть давние это очень далеко доблесть далеко без защиты через три дня до тогда или тем выполнять второе посвящение что делаем растим так все 12 бойцов на базе все на базе сейчас тусе дать всех сбросим чтобы ориентироваться с нуля всех сбросили и берем а скоробей кстати у обоих скоробеев имена скоробей почему-то получились можно редактировать машину можно ими поменять ей давайте тогда а вот они вот они ребят bad big bull а а я думал как не братьев-близнецов то взять а это ребят bad big bull а где мне взять близнецов 2 вот они близнецы bad big bull а наша первая с этой bad big bull и кто на бой идет третий уровень фибр 4 нам нужен обязательно фибр 4 сюда в команду кстати у нас еще один байт же появился надо его тоже вжухнуть это будет саша 33 который саша 33 рубля вот вчера задонатил один парень с саша 33 рубля а сашу похож пока не очень все еще не очень сейчас вот сашок саша вот узнаю сашка знаете сашка только там не красные волосы были а скорее юрий на льду вот сашок у чистый сашок да отцука ему фиолетовый костюм дадим будет элитный фиолетовый в черном корабль в честь герани генерал умер генералу дали бойца и он умер генерал майки ты что вот саша 33 рубля но мы его не берем на задание уж крутое задание поэтому сюда только самых крутых возьмем и дальше наверно тогда рахинди я возьму бандерольку вторую возьму бутика снайпера понятное дело мы не можем взять да от кого-то из них избавиться ну вот у нас устала есть и сбросишься табутик снайпер придет потому что мы будем за тачкой прятаться это троица будет работать надо 5 искать чтобы всех раздеть ты же нет удобной кнопки раздеть всех рублю тоже раздеваем к барга раздеваем он кстати лава лапсе не получил за это задание понимаю пудера раздеваем дракона вича и трахенди раздеваем драковича а я могу их оснащать или что-то в этом роде и не могу странно мне казалось что я могу им давать пулеметы что мне казалось что я мог им давать возможно просто будет great на пулемет и возможно дальнейшем будет просто играть на пулемет так выбрать дополнительный класс появился у фибра и так как 50 очков стоит нам нужен десантник теперь у есть десантника темы это у нас как видите класс кевич но с десантом зачем это делается чтобы у нас был рывок чем-то снайпер какая-то ненужная нам но мы ее не будем брать конечно же дополнительный урон нам неплохо дополнительно лечение воля неплохо берем пока ракету патрон не хватает плохо шлем этот топовый берем ракетницу эту берем ботинки берем белку берем и гранату берем слотов не осталось как раз либо и запасов есть у кислоты рывок а бы не рывок взять и силу воли бы добавить но тут за свои очки уже я пока за свои очки не хочу даже четвертого уровня качать вы покоплю их покоплю а то и в прошлой игре как разки увлекся раскачкой персонажей увлёкся немножко раскачка персонажей и из-за этого так получилось так пандеролька 2 бери автомат бери полный боевой комплект гранату больше пока ничего взять не можешь сейчас патронами будем разбираться у нас что-то не очень с патронами получилось но и бутик снайперка то точно есть пистолет точно есть полный комплект снайпера тоже есть и у тебя появилась тоже возможность нового класса но он еще не знает кто такие присты поэтому мы еще не можем это даже взять можно взять мастерство владения штурмовыми винтовками не особо нам нужно поэтому я это пропущу вот здесь и плюс 20 точность возьмем гранату и возьмем хилку если шо на базе можно ему волю еще добавить она и так уже 7 8 . правда зачем ему еще воля за его очки типа не не буду так что у нас по производству да я могу отменить время на пистолет чтоб патроны купить потому что нужная броня щас доделывается пистолет пока отменим покупаем ага это интересно получается интересно девки пляшут тогда вот так патроны и надо будет еще одни патроны взять а я не могу еще одни взять давайте тогда ему лучше второй автомат возьму тоже не годится силу ему добавить и он сможет таскать второй автомат давайте так это за его очки так что я ничего здесь не потратил на крайняк будет два автомата это будет просто другая модель а другая модель все понял так и где у нас бойцы и нам лететь вот сюда здесь эта штука летает уничтожает базы я так понял она уничтожила эту базу нет вроде люди живы от ремонтируйте там все по здесь массовый ремонт идет я могу даже помочь я не могу помочь потому что у меня нет ресурсов самому себе помочь информация а здесь тоже снайпер ой боже мой они снайпер здесь у нас штурмач нам пока так производство ботинки доделали сейчас доделывается броня но она нам нужно на фулл стаки просто и все мы здесь бах бах ну или давайте давайте пройду эту миссию тогда сохранится пройду эту миссию тогда пойдем отдыхать ненадолго надеюсь пройду я эту миссию ну так вроде пока все зашибись идет в этом трое это трое раза в четыре лучше идет чем предыдущий но я потратил уже 18 загрузок как увидели 19 там даже написано по моему в том трое я всего потратил 13 загрузок потому что я ради одного бойца типа не грузился здесь и грузился даже ради одного бойца несколько раз и главный кэш проблем была со скоробеем в том трое я чуть про него совсем забыл то что надо вот эти квестовые задания в первую очередь выполнять самую 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 первую очередь потому что они дают очень много бонусов развития моего он мне усиленную мантикору дали уже и надеюсь что мне дадут целом антикора но к сожалению дали просто ракетами убить всех врагов и здесь уже наводчики пошли о ее здесь просто ребята а расселись а 20 тут окей начнем с ракеты сразу сразу передадим им привет или троих попытаться задеть штурмач мне не особо страшен давайте сюда половине хпм снял броню поснимал пока не дергайся где там наш снайпер и серьезно ничего не видишь поправка до ветер блин их тут очень много да нет это руки у тебя кривые в панка тут ни при чем на этом задании снайпер им бы но здесь открытое пространство да я тоже могу сказать что здесь вроде должен быть снайпер имба на на ждем когда они будут больше загруппливаться с корабей нам конечно сейчас очень сильно расстреляют понятно не еще лечиться вот надеюсь вам дадут за это что-нибудь полезное так много пока немало урон наносит 6 6 а 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 много чего сделали неплохо а а а а а а что она отсюда ощущение по кому стрелять не может нам че у нас там по снайперу ведь что-нибудь а 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 где у меня сидит мой автоматчик она вообще отсюда ничего делать не может я вроде за укрытие поставил но она никого не видит потому что вот этот камень мне мешает меня до из этого камня выйти эти все слишком далеко я очень малой вероятностью буду попадать чуть-чуть назад ответить но у меня всего два выстрела осталось мои ракеты были мне в снайпера попали не подождите мне снайперку уничтожили только что да мне снайперку только что уничтожили ну он и так стрелял не очень хорошо но он у меня теперь просто пистолетом ходит просто братишку с пистолетом вот Снайпер пофиг с прайзу Снайпер пофиг с прайзу Диус Проблемы еще остались. Я бы даже сказал, что довольно много проблем еще осталось. Вот этот снайпер у нас проблема большая. Это последняя наша ракета. Не убили. Руку отключили, но не убили. Бэд Биг Буля, отъезжай. Руку отключили. Компьютера никого не осталось или, мне кажется... Если никого не осталось, то это... А, вон еще снайпер сидит. Но мы его штурмуем, так что... А это не снайпер, это автоматчик. Так, подождите, Бэд Биг Буля там не умрет в случае. Ты не попал. Бэд Биг Булли 18 хп. Надо прятать куда-то машину. Все, машина спрятана. Тянет патронов. Здесь только граната. Там попал. Вот такая не идеальная миссия получилась. Так, пробеги на максималку до гранаты. Посмотреть, докидываешь ли? Нет, не докидываешь. Да, это все в скелет, ты прав. А его у тебя нет. Всем привет-привет, металл. Хрена. Предили нам бульдога нашего. Который мы деньги тут копили. Всем стримом собирали. Да ладно, ты его не видишь, что ли? Ну ты издеваешься? Ладно, может, гранату хотя бы кинешь. Давай, в ответ в него. Такую же. О, здесь что-то выпало впервые в этом трое, по-моему, что-то выпало. Снайпер жив у них все еще. Так, с корабея увозим. А, он не может здесь проехать. Ладно, он здесь в безопасности, типа. Остался ты, но у тебя нет патрон. А он догорит, да? Да, догорит. А он догорит раньше, чем наш. Раньше, чем наш. Тогда посмотрим, что здесь выпало. По гранатам. Это все. Все, что есть. Я могу хилку выпить. Либо пожадничать. Все. Не будем жадничать, просто пострелю его. У меня же еще второй автомат есть. Ну, такое, не идеальное задание. Бэтбиг Булли чуть было не потеряли. Но у нас вторая есть боли. И это осталось живых. Самое страшное, мы потеряли автомат. Ой, не автомат, снайперку. Но у нас вторая есть снайперка. Правда, толку от того, что у нас есть вторая снайперка. Учитывая, что мы потеряли. Ну, ладно. Пока у нас три бойца. Сейчас возвращаемся назад. Сбрасываем Бэтбиг Болю. Буллю. Берем Бэтбиг Болю. И куда летим, непонятно. Задание интересное было. Но из-за того, что я ракетами стрелял, наверное, из-за этого я все повредил, все поломал. И ничего не досталось мне. Последователи, а ну теперь сторонники проекта Феникс. Да, так и должно быть. Продолжить. И куча материалов. Пока это все не делаем. Окей, просто нажмем. 2832. И у нас есть новый Иерихон. Я могу их сейчас довести до 25-го, но от этого ничего не появится, кроме опыта. И проблема в том, что я и вообще не видел новый Иерихон нигде. Вот они, да? Да. А где их задание-то? Какое они мне задание должны были дать? Новое Иерихонское, чтобы я его выполнил. У них же тоже должно быть задание начальное для нас. А я его не видел. Так, давайте этот знак вопросика сделаем. Он все равно здесь вплотную к нам находится. Так. Экипаж полностью вылечился. Там было написано. Я нажму паузу, потому что мне нужно потратить ресурсы на то, что я могу делать. Я хочу на центр подготовки потратить деньги сейчас. Чтобы на базе не просто так сидели, пацаны, а немножко опыта набирали. Внезапно пожар, возникшее убежище, а Аврелий грозит охватывание на свет на пламени. Всю учебную базу, командир Лопес уже собрала своих людей, чтобы потушить огонь, но он разогрелся еще сильнее. Пусть горит. Мне помочь, конечно же. Это смешно. Есть такой ответ. Ваши... У меня боится, умер только что. Так, ребята, у него было 24 хп. Ваши солдаты получили урон 30. Нет, он жив. 24 так и осталось. Я подумал, я сейчас потеряю эту штуку и эту штуку, но тут, видимо, как-то по-особому отнимается урон этот. Так, хорошо. Что дальше? Солдат я могу сейчас построить еще. Так как у нас на базе теперь уже есть что. Тогда летим сюда. Забираем здесь бойца вот этого штурмача. Скорее всего, его надо бы взять. Ну да, видимо, опять в сумме 30, да, и он распределился. Сейчас я посмотрю, у меня есть куда еще лететь поблизости. Не, ну это уже вверх. Правда, здесь есть задание, но я его все равно выполнить не смогу сейчас. Так что, наверное, полечу сюда, заберу солдата, отсюда полечу сюда, сброшу все это и будем думать. Давайте. Производство. Могу уже еще что-нибудь начать. Не, я ничего не могу. У меня этих нет. Еще не могу. Мне нужна снайперка еще одна, раз мы потеряли. Но жар птиц 115 стоит. Могу пистолет поставить, но тогда на патроны мне не хватит. Да, короче, не будем. Перемещаемся. Опа. Вот это надо будет сейчас дефендить. Но мы как раз по пути долетели. Не, не, миссию типа начать, но не начать. Наша задача завербовать бойца, отправить на точку Феникса. Сразу же лететь сюда. Защитное задание. Здесь сбрасываем всю эту троицу, наверное, да? Ну, да, пусть будем постепенно прокачивать, чтобы у нас никто в отрыв не уходил. Троицу и Бэт Биг Болю сбрасываем. Берем Бэт Биг Болю. Или не брать на это задание Бэт Биг Болю, которое сейчас будет. Или все же взять. Почему нет? И нам бы, наверное, взять сейчас леммингов, потому что это на прокачку задание. Так, у нас у всех имена есть. У всех, кроме вот этого. Братишки. Это у нас будет Феброшкович. Да, как раз подходит. Только. Это будет у нас Феброшишковая. Феброшишковая. Персонализируем. Не похоже пока на Феброшишковую. Вот уже похоже. И пусть у нас будет украинский флаг здесь. Цвет глаз тоже под Украину. Идеально. Можно еще Украинский. Да, я вот как раз хотел выбрать внешность, чтобы была более украинская. Вот, подобрал. Волосы-то это понятно. Это Тимошенко. Все как бы идеально. Фебра Шишковая. Это Феброшкович последний, который у нас был и остался. Один только боец, ребят, которого я еще не вписал. И после этого с донатов могу ваши... А, нет, два бойца. Не, один. Да, все верно, один. Этот у меня уже есть. Я его тоже записал же. Мистер Сейм снайпер остался только. Вот. И, наверное, Феброшишковую возьму. Молодого бойца. Одного. Яну возьму. У нас, давайте, женская команда будет. Феминистический состав сейчас пойдет в бой. У нас больше женщин не осталось в команде. У нас гражданка только черсетовна есть. Давайте гражданочку тогда возьмем. Все у нас. Команда Феминизм называется. Кодовое их имя, так сказать. Раздеваем мужчин. Этого можно было не раздевать, потому что у нее особые дары, так сказать. А вот бандерольку раздеваем. Почему я ору? Чего ты орешь? Гражданка черсетовна. Что тебе не нравится? Нам досталась она автоматически, кто не помнит. Мне нравится ее волосы тоже, кстати. Слушайте. Я думаю, Яна Хёртовна не обидится, если я ей волосы тоже сделаю синие. Как бы солидарность. Это будет. Команда солидарности. Потому что, как вы видите, у нас здесь команда такая. Знаете, что еще вот идеально будет? Идеально будет, если мы еще и голову немножко другого сделаем. Вот. Все. Это будет чистая команда солидарности. Не толерантности не путайте, а солидарности. Так. Ладно. Шутка в сторону. Тут уже юмор пошел такой. Высокопарный. Доспехи есть, граната есть. Это есть. И вообще ничего больше нет. Но это задание легкое должно быть. Поэтому здесь так, на прокачку. Я не хёртовный. Блин, у нас нет боезапасов. Не хочется их брать, просто потому что нет боезапасов. Не, ну, все равно надо ее зарядить хотя бы одну возьмем. И хилку возьмем, потому что хилки поважнее будут. И гражданку Черсетов, но она у нас снайперку возьмет, так как у нас она снайпер. В голубом обмундировании. Блин, нет патронов и пистолета, поэтому без пистолета пойдешь в бой. Вот так вот. И это задание летит сюда. И вот теперь уже, ребят, я остановлюсь. Так, стоп. Производство. Все есть, все есть, да. Наши тут жестко побеждают. Уровень низкий. Как раз для леймингов получим это себе бонусы. Начать задание, но не начинаем. Сохраняемся. И увидимся с вами через часик где-то. Я перезаписал? Перезаписал. Увидимся с вами где-то через часик. Как раз таки на продолжение этой. Трясение женщины. Лоли Тим. Назовем их так. Лоли Команда. Давайте. Сейчас перерывчик. Где-то через часик покушаю и запущусь. Субтитры сделал DimaTorzok